Привет! Я Дарья Позняк и сегодня я вам расскажу очень простой и дешевый способ, как перейти с больших акварельных кюветок на маленькие акварельные кюветки. У вас есть вот такая стандартная коробка акварели, но вы хотите перейти на пол кюветки. Вы заказали где-то коробку, но у вас есть старая коробка с красками. Какие-то цвета использованы наполовину, какие-то закончились, а каких-то еще довольно много. Так вот, чтобы вам вот эти все цвета заново не покупать, я сейчас расскажу вам интересный лайфхак. Вот я взяла для примера две кюветки, где цвет наполовину уже закончился. Взяла хороший жесткий нож, у которого кончик тонкий, но при этом нож должен быть не чтобы он не выгибался. И с какой-то стороны где-то я подцепляю краску, обязательно надо застелить, конечно же, потому что полетят кусочки. Подцепляю краску в одном месте. Вот, и аккуратненько ее оттуда. Видите, она легко поддается, просто элементарно. Элементарно поддается. Вот, я ее вынимаю. Может вынуться половинка, если краской уже давно пользовались, много пользовались. Если краска почти полная или совсем полная, то вынется эта вся штучка целиком. Вот мы вынули эту половинку. Я буду показывать на полной кюветке, вы, конечно, используете пустую. Достала кусочек, он по вот этому расстоянию, по вот этому, соответствует вот так. У меня сейчас немножко не соответствует, потому что вот эта кюветка старого образца, она уже. Если мы вот из этой кюветы достанем, то эта половиночка четко встанет вот сюда. Но не суть, я могу ее вот так положить. Я, значит, ее смочила водой, в банку, например, окунула и вот так в кюветку положила. Пальцем туда. Потом я взяла второй кусочек, тоже так же его достала. Если я не понимаю, как его поместить туда, поверх этого кусочка, я беру его вот так просто, разрываю на несколько небольших кусочков. Смотрите. И просто вот так у меня лежит, значит, один, и просто их, макая в воду, туда помещаю. Или натыкиваю их сухими, а потом беру кисточку и капаю туда водичку, чтобы она вот смочила все, они лучше слиплись. Когда они немножко, значит, я их водой промочила, я их там, не знаю, чем-нибудь, или тем же кончиком ножа, их туда немножко утапливаю. Вот посмотрите, вот эти мои краски, вот они сделаны вот таким образом. Я сначала думала, что выковырять из кюветки довольно сложно. Я тут сейчас не то, что ногти, я даже ножи поломаю. Ерунда это все, но вынимается элементарно. Я вам сейчас покажу, вот на кюветке нового образца. Еще разок. Значит, мы ножичком поддеваем с краешку в каком-то любом месте. Вот так отодвигаем от краешка. И вот оно у нас одним полотном оттуда начинает выниматься. В данном случае половинка, потому что краски мало. Хорошо, пусть будет половинка. Вот то, что я вам говорила, этот кусочек по размеру подходит, если вот его выпрямить, он подходит четко, вот так встает в кюветку, в маленькую. Если это особенно важно, если вы вынимаете полностью полный цвет, которым почти не работали, или работали, или очень мало работали, тогда она у вас вынется полностью вот этим брикетиком, вы ее ножом пополам аккуратненько режете и в кюветку вставляете. Я вот так сделала с индийской желтой. Этот лайфхак сэкономит вам деньги, если у вас в вашем старом наборе осталось довольно много цветов, которые можно использовать. Это не обязательно делать самой и пачкать себе пальцы и ногти. Можно попросить кого-то из мужчин. А с вами была Дарья Позняк, и до новых встреч!